МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор технопарка литература никак не отпускает? Только здесь нет противоречия, потому что технические знания без гуманитарных не могут существовать. И технопарк давно является площадкой Российского общества знания. И там проходят лекции, которые собирают и преподаватели, и учеников технопарка. И не все они далеко технического плана. Что вообще за проект литературы Алтая? Как идея родилась? Это же вам принадлежит идея? В 2016-2017 году вместе тогда с институтом АКИПКРУ, а ныне АИРО имени Адриана Топорова, мы делали учебник, который назывался «Литература Алтая». И в бумажном варианте с определенными мультимедийными функциями, когда по QR-коду можно было открыть дополнительную информацию, мы это все сделали. И тогда родилась идея, почему бы не сделать это для детей, которые сегодня существуют совершенно по другим законам. Они по-другому думают, они гипервизуалы, им нужны лаконичные, дискретные контенты, которые должны быть упакованы в лангриды, в видеолекции короткие, в подкасты, в тесты, в что-то еще. И мы такой проект придумали и реализовали. В 2019 году у нас была первая попытка, а вторая попытка благодаря выигранному гранту губернатора Алтайского края в области культуры. Мы вот запустили этот проект уже полноценный, и к 1 ноября мы планируем, что на нашей площадке будет 16 писателей, которых мы расскажем. Мы все об этом расскажем. Получается, что он состоялся благодаря вашей идее и тому, что вы получили, выиграли грант. Финансовая поддержка, гранты губернатора в области культуры. А изначально там было всего два писателя в 2019 году? Нет, у нас было 6 авторов, мы туда расположили. И, в общем, портал пользовался популярностью, с 2019 года его более-менее знают. Но для того, чтобы объять необъятное, большинство великих писателей Алтайского края, если тут уместно слово «великие», известные, популярные, знаменитые, может быть, такой эпитет используем, все это заработало. И вот теперь я испытываю некоторую гордость, потому что для того, чтобы все запустить, особенно в видеоформате, мы привлекали тех людей, которые хорошо в этом разбираются. Это тоже чуть позже. Я посмотрела портал, открыла довольно много писателей, вы сказали 16, сейчас уже, признаюсь, даже я не всех знаю к своему стыду, хотя есть и известные люди, там Шукшин, Золотухин, Паустовский. Как определяли, вот кому быть на портале, а кому все-таки нет? Есть определенные субъективные составляющие. Хотелось обозначить тех людей, которых мы хорошо знаем, и которые формируют так называемый алтайский текст. Но из этих людей это Шукшин? Ну, если у нас Достоевский проезжал несколько раз, а потом блистательно Елена Юрьевна Сафронова докторскую диссертацию защитила на истории о том, как Достоевский находился в Петербурге, потом на каторге, потом оказался в Барнауле, почему дядюшкин сон имеет корни именно барнаульские, что он писал об этом, но об этом нельзя было не рассказать. Если Константин Георгиевич Паустовский у нас находился в славном городе Барнауле вместе с театром Таировым, а потом в Белокурихе с эвакуированными артековцами общался, выступал на их площадке и собирал деньги для того, чтобы перевезти эти средства на покупку танка или самолета для наших бойцов, это тоже работало. И вот хотелось те белые пятна, о которых говорят нечасто, и те фигуры, которые, безусловно, являются нашим брендом, такими, как Георгий Гребенщиков, такие, как Василий Макарович Шукшин, такие, как Валерий Сергеевич Золотухин и многие-многие другие, объединить, и люди открыли, прочитали, получили разного уровня информацию. С одной стороны, это школьники, которые для подготовки к уроку, к реферату, могут что-то открыть. С другой стороны, это книголюбы, которые версии книг могут прочитать прямо на сайте. С третьей стороны, это учителя и ученые, которые могут посмотреть диссертации и прочее. Это был мой следующий вопрос, на какую аудиторию портал рассчитан. То есть мы всех этих людей уже, собственно, перечислили. Но прежде всего это дети, да, вот школьники. Я думаю, что школьникам это будет очень интересно, потому что, ну вот если бы моему ребенку задали задание подготовиться с докладом, презентации, сейчас очень популярной в школе, о Гребенщикове, он откроет и в наушнике послушает радиопрограмму, посмотрит 12-минутную видеолекцию о каком-то произведении Гребенщикова. Или откроет его текст и с удовольствием почитает. Ну, мы уже не раз сказали, что проект мультимедийный. Там получается и видео, и аудио. Откуда? Кто собирал? Кто начитывал? Что это? Какие-то программы? Это не один год большой работы. С одной стороны, это проект кафедры, который делала Юлия Аполлонова на ГТРК. А этот год около девяти программ видеолекций мы записали на телеканале «Толк» в рамках программы «Культурный марафон». И здесь взаимовыгодное сотрудничество, потому что мы дали контент телеканалу «Толк», чтобы он был умный, чтобы там выступала профессура, чтобы она просвещала. А с другой стороны, ссылки на эти лекции взяли и выставили на своем портале. Понятно. Ну вот я, кстати, посмотрела, не помню, какого-то писателя зашла, и там не увидела почему-то ни аудио, ни видео. Такое может быть? Или у меня случился сбой? Или не на каждого вот есть? Мы делаем на каждого, но сейчас такая ситуация, что полностью портал будет запущен 1 ноября. То есть пока это такая вот еще версия неконечная? Это неконечная, это ресурс будет жить, развиваться, он живой. Плюс к этому программы, когда выходят на том же «Культурном марафоне» у вас на телеканале «Толк», они выходят раз в неделю, и когда появляются, сначала право первой ночи вам, потом вторая ночь уже нам. Поэтому все это выставляется постепенно. Поняла. Вот кто, по-вашему, именно, если не самые известные, то какие-то самые значимые литераторы Алтая? Потому что о самых известных, ну понятно, у всех на слуху Шукшин. Ну Золотухин, да, ну сказать, что он глобальный такой писатель известный, но он писатель. А вот люди, которые значимы для вас именно? Ну, пожалуй, самая крупная фигура – это забытый русский классик, так его именуют профессионалы, Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Вот, к сожалению, я, честно. Но вы счастливый человек в плане того, что сколько нам открытий чудных. Ну да, буду открывать. Есть чудесный шеститомник, там огромный роман эпопея «Не меньше войны и мира» Чураевы. И когда открываешь, туда заныриваешь, ты начинаешь там жить, включается механизм эмпатии, сопереживания. И ты присылаешь эти тексты, написанные великолепным русским языком, о наших территориях, с теми историческими проблемами, когда этот текст писался. Гребенщиков, кто еще? Кого можно назвать? Нельзя пройти мимо Вячеслава Яковлевича Шишкова, который у нас как метеор пролетел через Алтай. Он исследовал реку Бии от города Бийска до Телецкого озера, откуда она, собственно, берет начало. Он в течение двух лет, двух экспедиций, 13-14 года, прокладывал Чуйский тракт. И вот нынешний, современный Чуйский тракт во многом построен на тех чертежах, которые Шишков сделал. И есть такое ощущение, что какое-то ядовитое насекомое, видимо, укусило Вячеслава Яковлевича. И он на протяжении всей жизни к этой теме обращался. И его «Алысо гроба», и его «Страшный кама», и его «По чуйскому тракту» и «Чуйские были». Тоже серьезные произведения, которые многое объясняют. Или роман о гражданской войне «Ватага», который многое объясняет, как у нас проходила гражданская война, кто такой Рогов, кто такие партизаны. И насколько канонический образ, который формировался в Советском Союзе, соответствует реальности. Но вот Шукшин и Золотухин известны в стране писатели. А я знаю, что есть писатели, которые известны больше за пределами России, о которых тоже есть на литературном портале информация. Но очень сложно выстраивать этот рейтинг, потому что это любимый журналистский вопрос. Назовите пять произведений, без которых человек не может жить. Назовите рейтинг. Но есть драматурги, среди которых Александр... Вы каждого уважаете и любите цели. Александр Евгеньевич Строганов «Впереди планеты всей». Есть поэты, где Иван Фёдорович Данов давно принят и является современным классиком. Есть критики литературоведы, где своё место Виктор Фёдорович Горнов в своё время застолбил. И он на этих местах первого шукшиниста стоит гордо, расправив плечи. Поэтому здесь очень сложно выстроить эту линейку и очень чётко сказать. Вот тут этот, этот и этот. Поэтому читайте всех. А кого вы лично чаще перечитываете? Вот из наших алтайских писателей. Почему? Ну я в силу профессии ещё этим занимаюсь, потому что я являюсь одним из редакторов серии «Литературное наследие Алтая». И каждый год мы готовим какую-то книжку. И когда я вот читал, готовил к публикации последний роман Ивана Павловича Кудинова «Русский остров», а этот роман Иван Павлович писал в течение десяти лет, я вольно и невольно вынужден был что-то прочитать впервые, что-то перечитать, и его «Яблоко не в тоне», и роман «Окраина», и «Последняя любовь Ядринцева», и «Переворот» о Григории Ивановиче Чаросгуркине. Я понял, что это интереснейший исторический романист. А писать исторический роман же очень сложно. Вот если вы будете писать о 17 веке, каким языком персонажи будут говорить? Ну, сложно сказать мне. Сложно сказать. Если они будут говорить языком 17 века, то современному читать такая книжка абсолютно не нужна, он что-то там не поймет, и ему будет неинтересно. А то есть он умудрился о 17 веке, да? Если он будет говорить современным языком, «Князь, я в шоке», «Надыс» и прочее, но это вызовет абсолютно комические эффекты. И вот Иван Павлович нашел какую-то золотую середину, и о Ползунове, и о Ядринцеве, и о Чаросгурке. Ну вот на портале я посмотрела в основном писателей, которых уже нет в живых, да? Да, это один из принципов, чтобы подвести черту. Там только Иван Федорович Жданов из тех, кто живет, и дай Бог ему так. То есть это намеренно, да, так было, чтобы вот именно подвести черту? Но что можете сказать о современных наших писателях, алтайских, они же есть, много ли талантливых? Ну и старшего поколения у нас сохранилось, пожалуй, два основных прозаика. Это Анатолий Кириллин и Станислав Вторушин. Вот два представителя старшего поколения, которые многие видели, которые стоят на плечах гигантов, которыми были Лев Квинн, и Марк Юдалевич, и Георгий Егоров, и многие-многие-многие другие. А новое поколение, оно разное, блистательно. Ну вот мы с вами тут говорили о Гундарине, Михаиле. Ну блин, я вот пытаюсь вертикально выстроить, но вот есть старший, есть Валерий Степанович Котеленин за блестящей поэзией, есть вот этот срезку, куда входят другие поэты. Есть молодежь, которым уже 50+, смешно называть это молодежи, есть Владимир Токмаков, есть Михаил Гундарин, и на нем бы я хотел вот чуть-чуть остановиться, потому что вот сейчас преизрядное количество российских читателей, они предпочитают литературу нон-фикшн. Они хотят... Я, к сожалению, тоже не очень знакома. Нон-фикшн – это литература без вымысла. И здесь получается, как стать богатым за один час, как блистательно жениться с одной стороны или выйти замуж. Понятно. А с другой стороны – это биографическая литература, публицистика, документальные повести. И вот сейчас биографии более чем когда-либо востребованы у российского читателя. И Михаил Гундарин сначала написал биографию писателя, имеющий корни в Красноярске, Евгения Попова, а потом он вместе с Евгением Поповым написал первую биографию Фазилия Искандера. И вот эта биография Фазилия Искандера, которая, по-моему, в 2022 году только вышла, в этом году, она попала в длинный список к одной из главных премий «Большая книга литературных». И уже на канале «Культурия» Сергея Ширгунова они эту книгу представили. И вот на тех замечательных днях Алтая в честь 85-летия в Москве, в Переделкиной и на московских площадках, Мегаил Гундарин эту книгу представлял. Поэтому это уже фигура не региональная, фигура федеральная. Поэтому тут каждый ищет для себя и находит какую-то свою лагуну. Об этих людях, вот скажем, молодых, талантливых алтайских писателях будет на портале что-то? Ну, отвечу так, не отпадет голова, прирастет борода. Подождем, пока у нас задача еще приогромное количество авторов не описана и не создана. Потому что это большой труд. Создание ландгрида предполагает не только технологию, но предполагает то, чтобы поставить туда информацию, которая проверена, востребована, интересна и длительное чтение. Сколько людей вообще занимается всем этим? Этим занимается Константин Гришин, этим занимается Олег Ковалев, этим занимаюсь я. То, что касается видео лекций, мы привлекали Анатолия Кириллина, Елену Ивановну Балакину, ученых-филологов Алтайского госуниверситета, ученых-филологов Алтайской государственной педагогического университета. В общем-то, команда большая. Большая. Но вольно или невольно, получается, что такой эффект... Вот отсюда речка затекает, отсюда ручеек затекает, здесь водопад спадает вниз, и получается море, которое мы называем литературой Алтая. Но мы посоветуем, наверное, все-таки зайти посмотреть, почитать, послушать. Татьяна, здесь все очень просто. В достаточно любой поисковой строке, будь то Яндекс, будь то Гугл, вбить два слова «литература Алтая», и первая ссылочка, которая выйдет, она вас выведет на этот портал. Почему первая? Потому что люди смотрят, и вот эти электронные системы, они поднимают ее максимально высоко. Спасибо. Рад стараться. А я напомню, что сегодня у нас в студии был Сергей Монсков, кандидат филологических наук, директор детского технопарка «Кванториум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова